Здравствуйте, дорогие друзья! Недельная глава Хаей Сара. Мы продолжаем изучать о жизни наших великих братцов Авраама и Сары, Ицхака и Ривки. Очень важный урок, говорят нам наши мудрецы. И жила Сара 127 лет. Цифра 127, она есть у Сары, это годы ее жизни. Но также эту цифру мы находим у царицы Эстер. Царица Эстер правила над 127 государствами. Говорят нам наши мудрецы, это не совпадение. Всевышний дарит в подарок Саре, в заслугу ее великой жизни, за то, что она каждый день вела себя как великая праведница. Несмотря ни на что, ее брали в плен, ее сына повели на жертвоприношение. Она всегда оставалась праведницей. Говорит Творец, ты 127 лет была великой праведницей, я даю тебе подарок. В заслугу твоей праведности у тебя родится пра-пра-пра-пра-пра-пра-внучка, которая будет править над 127 государствами. Это великая царица Эстер. Авраам, ты ушел из дома в 75 лет, я тебе даю царицу Эстер в награду за твою заслугу. И царица Эстер в 75 лет попадает во дворец Кахашвирошу. Удивительно. Всевышний посылает молодость 90-летней старушки Саре, и она рождает Ицхака. И Всевышний посылает красоту пожилой нашей царицы Эстер в 75 лет. Сара рожает в 90-х. В 75 лет мисс Вселенная, самая красивая женщина на земле, это царица Эстер, которую взяли во дворец невестой, а после женой великому Ахашвирошу, царю всего мира. Всевышний делает потрясающие чудеса для Эстер в заслугу Авраама и в заслугу Сары. Удивительно. В 127 лет Сара была великая. В 75 лет Авраам выходит из дома, бросает все во имя Творца. Получают они Эстер. В 75 лет ее забирают во дворец, и происходят куринские события. Все в заслугу Авраама и Сары. Написано, что Сара всю жизнь приводила людей к Торе. Она помогала людям проходить ги-юр. И написано у царицы Эстер, что после великого пульмского чуда, очень многие люди, рабим, мит-я-гадим, они приходили принимать ги-юр, приходили к Эстер. Была огромная очередь на ги-юр, такая же самая, как и у Сары. Все повторилось. Большая награда Аврааму и Сары, великая царица Эстер. Мы видим, как события, которые происходят с потомками Авраама и Сары, они все зависят от заслуг Авраама и Сары. Прадцы проделали огромную духовную работу, чтобы обеспечить нам, их детям, большие-большие чудеса. Пульмские события, ханукальные события, выход из Египта, дарование Торы, вавилонское изгнание мы сумели пережить. Все-все-все гонения и изгнания мы сумели пережить в заслугу Авраама и Сары. Написано, нож, который Авраам занес над Ицхаком, называется Маахелет. Маахелет циврита. То, что кормит, эта заслуга будет кормить все-все-все поколения. Как это касается нас? А это очень сильно нас касается. Когда Ецарара приходит и говорит, слушай, ты идешь молиться Богу, кто ты такой? Бог не будет тебя слушать, ты же грешник. Мы ему отвечаем, я иду молиться в заслугу Авраама. В молитве мы говорим, Всевышний, ты Бог Авраама. В заслугу Авраама, ответь мне. И Ецарара уже не может нас убедить, что не нужно молиться. Твоя молитва никому не интересна. Она да интересна. Мы потомки Авраама. В заслугу Авраама, Бог нам отвечает. В заслугу Авраама, Бог нам делает чудеса. И Всевышний показал, что если уже Авраам и Сара в таком позднем возрасте Всевышним делает открытое чудо, и Сара рождает Ицхака, все возможно. Со Всевышним возможно все. Всевышний будет, и Он хочет делать для нас чудеса. Мы должны открыть наши сердца в любви Творцу, молиться и уповать на Него. И тогда мы получим чудеса, как получали Авраам и Сара. Мы в Беркат Амазон говорим Всевышний, благослови нас, как Авраама и Сару, Ицхака и Ривку, Яков, Рафель, Велея. Дай нам такие же благословения в заслугу их, благослови нас. Огромная, огромная важная информация несет нам недельная глава, чтобы мы никогда не впадали в уныние. Нету безнадежной ситуации. Всегда есть выход, и Всевышний всегда поможет. Нужно молиться и верить. Спасибо огромное.